Почему у вас заводские доски, когда вы покупаете готовую паркетную доску или готовую инженерную доску, вы покупаете ее заводским покрытием? Вот я была на заводах, я видела, как это делается. Вот проходит оно в станок, здесь наносится цвет. Поскольку завод не имеет возможности, как мастер на объекте, нанести лап и идти домой, чтобы лап до завтра высох, он придет, второй стан нанесет. Завод, естественно, должен это сразу через несколько тысяч метров выдать в сутки и, соответственно, должен это как-то быстро просушить. И они проходят через ультрафиолетовые лапы. То есть там огромный такой длинный ангар. И если мы говорим о том, что нанесение 6 лапов лапа обычно, нормальное нанесение практически на всех производителях, то значит это 12 будет станков стоять. Лап, ультрафиолетовое утверждение, лап, ультрафиолетовое утверждение. Вот это ультрафиолетовое утверждение, оно было придумано для того, чтобы сократить процесс нанесения плакировки верхнего покрытия. Но по побочным эффектам явилось то, что лап по своей твердости заводской приобрел такие качества, что шлифовать заводскую доску очень тяжело. Я пережила этот процесс на себе, лично попробовала пошлифовать заводскую доску австрийскую. И много чего мне, ребята, сказали про мою идею, перешлифовать доску. Шкурка горит, лап не дирается, это все связано с ультрафиолетовое утро. Так, ну это про натуральное покрытие. Субтитры сделал DimaTorzok